Друзья, мы всех приветствуем на канале Родина Медиа, и сегодня мы снимаем новый выпуск шоу по домам. Ну что, в гости мы идем сегодня к легенде, вратарю и просто самому лысому человеку в медиафутболе. Наверное, вы догадались, это Федор Маслов, ну а просто в медиафутболе его называют как Федос. Братики, я не как твой прошлый ведущий, я не забыл этот кейс, который делает интереснее твое шоу, потому что там внутри сюрпризы, а вот наши зрители, они постоянно забывают подписаться на наш канал. Мы знаем по статистике, вот вас очень много смотрят эти рубрики, но почему-то вы не подписываетесь. Нам будет очень приятно, потому что мы стараемся, договоримся с гостями, поэтому прямо сейчас поставьте на паузу, подпишитесь, ребятки, и мы идем к гостю, погнали? Погнали. Юмой застрел. Круто. Молодец. Я вот что думаю, Сань, может мы к нему сходим по домам тогда, а не к Федосу? Ну, если сейчас рэп будет топовый, то сходим по домам к тебе. Как тебя зовут? Меня зовут Юра, творческий псевдоним Алдовый. Алдовый? Да, я пишусь на студии 515 Records, MasterChef, да. А Федоса знаешь? Федоса, Федукаток. Не, а это его батя, Федос. Поехали. Давай делать это, били вы басы, били тетрадку, пей, дай радовать вас, и те, кто берет таз, и век, и руки, к небу, пламени максимум, вытеть на радость, и хиков голов, ты не против, нет, ты готов, е, подали, 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 вау, иди, это зависимость, а здесь остался на совсем, мы залетят вы, с искрами, кусками бачка, я с лобами натискались, дуная завязь, здесь понравится, услышав мастер-швак, ты не против, нет, начинай. Давай делать рэп, ты не против, нет, тогда давай, давай делать рэп, ты не против, нет, давай делать рэп, ты не против, нет, давай делать рэп, ты не против, нет. Ааа, вам нравится, да, понравилось? Да. Ставим лайк, ставим лайк этому выпуску, ребят. Все, красава, давай, братан. Как с вами можно этот, с коннексом связаться? Да, в renovation медиа, заходи, подписывайся, братан. Теперь понятно, почему Федос такой креативный, у него даже на районе доставщик Куз-Вилл, рэпер, понимаете? Ребят, пока мы едем в лифте, я хочу напомнить всем нашим подписчикам и зрителям, что партнером нашего канала является Фонбет. И на самом деле это очень проверенный букмекер. У нас они спонсируют Локомотив ЦСКА, сборная России по футболу и являются учительным спонсором Фонбет Кубка России. По промокоду Родина вы можете получить 2000 фрибетов прямо сейчас. Переходите в комментарии, заходите по ссылочке и попытайте удачу, ребят. 2000 дарим вам по промокоду Родина. Повышайте интерес к спорту вместе с нами. Здорово! Как ты? Хорошо. Это не подарок. Это задание жесткое. Заберешь подарок? Да. Да я супер! Федос, ну что, во-первых, спасибо тебе, что открываешь нам дом свой, показать свою квартиру, как ты живешь. С этими руками приходим и дарим подарки. Как ты думаешь, что мы могли чисто теоретически тебе подарить? Мы могли подарить парик. Какую-нибудь штуку, которая меня травмирует перед нашим с вами матчем. Не, ну мы не настолько боги, ничего. Как вам плохо? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я люблю, когда дарим. Вообще, когда у меня появился мне моя невеста, Ната, подарила на прошлый день рождения вот этот проигрыватель пластинок, и это лучший подарок. Потому что теперь, когда к нам мы там зовем кого-нибудь в гости, всегда дарят пластинку, и я почти, ну это всегда почти типа классный подарок. Вот как, знаете, говорят, книга лучший подарок, вот у меня реально пластинка лучший подарок. Ну, надеюсь, у тебя нет такой пластинки, потому что мы как бы так... Ну, это такая. Сказали, что ты должен оценить. Такой пластинки точно нет. Слава Богу, это точно нет. А это какое направление? Это типа какой-то жесткий рок? Нет, смотри, это направление такое романтичное, потому что у вас скоро свадьба, чтобы вот включил и... Да, ты с невестой поставил пластинку, бокальчик вина и... Может затестим сразу? Ну, давай. Один тричок, один тричок. И ребята хотели предложить тебе подарить мои песни на виниле, но я подумал, что ты не будешь их, ты не будешь их включать. Нет, нет, кстати, это было бы неплохо, потому что сейчас я поставлю и покажу вам, почему это было бы неплохо. Ооо, это каверы, что ли? Подожди. Это же... Вижу, очень известный трек. То есть я не только супер качественные пластинки собираю, у меня есть, например, первый, самый первый альбом «Руки вверх» на виниле. Ну, это типа настолько странно, что круто. Мы здесь каждую песню знаем наизусть. Каждую наизусть. Здесь есть малыш, которая была очень известна, здесь есть студент, но студент, понятно, все мы знаем. В нашем шоу три рубрики, если ты знаешь. Давай с первой рубрики начнем. Погнали. Это обувь. Вот какие твои любимые перчатки? Есть такие? Слушай, ну сейчас... Это все именные? Это все Спирико уже перчатки. Это же его фирма. Да, да, да. Но сейчас мне перед матчем с дружиной Виталий Викторович, наш главный тренер, подогнал просто, говорит, Федос, у меня есть для тебя подгон тебе. И подогнал мне вот эту модель Адиков, которые делали... Ну, это типа модель последних лет, но дизайн такой же, в которых играл Бортес в 98-м году. Да. И перед матчем с дружиной у нас есть фоточка. Илюх Шурыгин, капитан на этот матч, целует меня в лысину перед матчем. Я в этих перчатках. Эта традиция была в дворе Франции. Ларен Блант целовал, да, всегда этого самого Бортеса, да, и они выиграли Тач-5 мира 98-го года. И сразу ты перешел, вспомнил такого великого вратаря Бортеса. Назови трех твоих, ну не кумиров, наверное, топовых вратарей во всем мире и трех топовых вратарей в медиафутболе. У меня будет странный выбор. Ну, короче, мой любимый вратарь вообще в истории футбека, ну, вы в курсе, что такие детские воспоминания, они прям откладываются больше всего. Конечно. Мой любимый вратарь, чувак, который никогда не был основным ни в клубе, ни в сборной. Это Франческо Тольда. Угу. Это чувак, но который выдал абсолютно один топовый турнир, и этот турнир, он вот прям у меня в сердце он запал. Это чемпионат Европы 2000-го года. Когда он тащил Италию невероятно. Там же была история, что у него был какой-то астролог или нумеролог, который, типа, сказал ему, это будет твой турнир. Он говорит, ты что, типа, идиот? Там Буфон есть. Типа, Буфон сильный. Он говорит, поверь мне, это будет твой турнир. Фигакс перед чемпионатом Европы, тем Буфон получает травму. Тольда становится номером один. Астролог ему говорит, все нормально, типа, у тебя будет еще какой-то супертоповый матч. Так рассказывает Тольда, похоже на байку, но так рассказывает Тольда. А ты веришь в эту историю? В целом, да. Слушай, я люблю верить в красивые байки. Он говорит, будет топовый матч, и Тольда ему постоянно звонит и говорит, ну что, когда, когда, когда будет? Он говорит, подожди, я тебе сам сообщу. И накануне матча с голландцами, он ему говорит, завтра ты сыграешь суперский матч. И тогда ворота Тольда во время игры было не забито, два пенальти. Хотя итальянцы с 37 минуты играли в десятером. И по пенальти итальянцы вышли дальше. Наверное, вторым я назову Буфона все-таки. Вчера увидел этот видос. Буфон стоит спиной и не смотрит, как Парма бьет пенальти. Они бьются за выход из серии А. И знаете что, я когда смотрю на Буфона, который играет в 45, я думаю, блин, мне 33 сейчас. Понятно, что там не тот уровень подготовки, медицины и всего, но я понимаю, что, наверное, на каком-то уровне, а может, я еще и смогу поиграть. Еще какое-то немаленькое время. Да сто процентов от желания зависит. Ну и знаешь, все-таки это не 23, когда в 23 ты мог тусить, делать все, что хотел, а потом выходил и все равно неплохо играл. Сейчас уже организм дает сбои, то есть нужно быть так по ответственнее с самим собой, но если есть желание, то все окей, все сложится. Вот, и третьим, даже не знаю, почему-то в голове... Из наших кто-то нравится? Может, нашего какого-то? Нынешние. Не, я нынешних не буду называть. Нынешние они все гении, блин, да они научились вот это... Вы видели, что творят? Терштеги на все, они с шага до девятки летят. Пошли в жопу! Реально, их с детства научили, я не бесит, что их такое. Не, наши мне нравятся вот влог Худяков. Мне кажется, он прям такой сейчас, топ-топ-3, наверное. Есть, и там, и Сафонов мне нравится, мне там, Ломаев, например, нравится. Сафонову я из пяти пенных четыре забил. Ладно, а что Малафеева не отметишь? Вот я бы хотел отметить, честно, без шуток, я бы назвал Малафеева как питерского чувака, во-первых, во-вторых, у нас днюха в один день, вот. И в-третьих, ну, вот есть Акинфеев. Это сумасшедший талант, чувак, который пришел там в раннем-раннем детстве, сумасшедший талант, все. И есть Малафеев, у которого данные явно пониже, похуже, но при этом он своим трудом умудрился заслужить пост номер один на чемпионате Европы 2012 года. Когда они там, понимаете, что Акинфееву была травма перед этим, его сломал Велитон, но они все равно подходили, оба здоровые, и он его, по сути, переконкурировал. Да, там еще адвокат был тренером, ну, то есть много нюансов, но все равно. Круту Славу Малафеева поставил один ряд с такими. Слушай, ну, вы предложили мне кого-то из наших назвать? Нет, нет, круто. Если называть кого-то из наших, для меня, да, наверное, Малафеев такой прям. Хорошо, а из медиафутбола троих. Только тебя и Спирию нельзя брать. Да, без проблем. Те, кто играет вот сейчас в третьем МФЛ. Конечно, конечно, конечно. Ну, не хочется прям... Сыча, а не поставишь на первое место? Не знаю. Ты знаешь, я буду выбирать не только по скиллам. Это ж медиафутбол. Да. Должен быть чувак, который мне там может импонировать разными... Я знаю, кого ты берешь. Арби? Нет. Будак? Будак там, наверное, где-то, может быть, тройки окажется. Знаете, я выберу... Арби, кстати, не прикольно вкидывает. А, я выберу неочевидного вообще чувака. Но мне нравится, мне очень хочется. Мне кажется, что он... Короче, это Дыба. На третьем месте, я думаю, точно у меня будет Дыба. Потому что он потенциально сильный вратарь. Ему не прет вот в этом третьем сезоне МФЛ. Но Дыба... Я люблю таких чуваков, которые уже... Он поиграл когда-то. Он же был тоже на трансфер-маркете. И все. И потом он забил хер. И вот сейчас ему 30 с чем-то лет. И он кайфует, короче. Он там уже побухал пивка. Все. Возвращается в футбол. И я за то, чтобы такие чуваки возвращались и разрывали. Давай четыре назову. Можно? Давай. Давайте. Вот я без распределения мест дальше. Дальше. Но тут будет два ваших вратаря. Макс Швагерев и Сань Будаков. Они такие, немножко разные, но... В смысле, очень разные. Но оба... Макс просто очень сильный вратарь. Очень сильный вратарь. Будак тоже сильный вратарь, но он еще и как бы настолько легендный. Он, наверное, да, Сыча назову. Сыча назову. Не буду наших называть. То есть там помимо меня Спирикова мог бы Жек Малафеев назвать. Он очень сильный вратарь, но... Ты Малафеева уже назвал. Да, Малафеева я уже назвал. Хоть там буква разница. Нашу рубрику. Смотри, обувь убираем. Вот перчатки. Сколько у тебя перчаток пар? В тех, которые я могу взять и завтра же надеть. Не, а вообще, вот сколько у тебя дома? Ну, сколько пар? 20-25. 20-25. Вот это вот... Смотри, вот это то, что я все время пользуюсь. Да, окей. А сколько? Да. А сколько стоит, ну, плюс-минус одна пара перчаток? Ну, вот Адидасы сошли с ума. А вот это вот, по-моему, стоит... Вот это... Вот нет, нет. До ухода из России еще. То есть, когда это было в свободной продаже. Я держу одну пару. Так, не Адике же... У меня был контракт с Адидасом. И они постоянно... То есть, раз, перчатки там чуть-чуть порвались. Все, спокойненько, новые. Удобные, хорошие перчатки. Но я считаю, что, конечно, по соотношению цены и качества это очень дорого. По-моему, 15-16 тысяч стоила пара. Пара. Пара за 15-16 тысяч. То есть, это для масс-маркета совершенно... А вот эти перчатки... Жекины перчатки. Сколько они стоят? Надо посмотреть, сколько стоят. Мне кажется, что они стоят около пятерок. Около пятерки. Слушай, вот это прямо, кстати, игровые перчи мои. Ты в них будешь играть? Я, скорее всего, буду... Да. Если против вас я выйду и буду играть, то я, скорее всего, буду в них. Вот. Что сделаешь? Играет. Много вариантов. А, нет! Я же буду в этих, наверное. В этих, Саня, правильно. Саня все правильно. И в этих бутсах он будет играть. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. В какую ходишь? Слушай, чаще всего Воронцовский. Воронцовский. Угу. Это здесь у меня недалеко, на Таганке, есть Воронцовские бани. Я начал коллекционировать... Не то, что я прям люблю что-то коллекционирование или что-то, мне показалось, что мерч банный – это прикольная тема. Я люблю общественные бани. К сожалению, в Москве все общественные, в основном, все общественные бани, они дико дорогие. А я, знаете, мне иногда хочется сходить в какую-нибудь простую баньку, посмотреть там... Ты же вроде экономный. Я не могу сказать, что я экономный. Нет, я спокойно, я люблю тратить бабки, но при этом я... Ну, короче, я люблю посмотреть на людей. В бане, получается, на головах. Вот. Это фигня, блин. Я люблю, когда оказываюсь в каком-нибудь городе другом, там, в Твери вот мы были, или в Ярославле еще где-нибудь. Сейчас в Нижнем. В Нижнем, не знаю, получится, нет? Ну, когда в основном отдыхать, сходить в местную общественную баньку. Обычные общественные бани, они качественные. То есть там хорошенечко накидывают. Там, может быть, не супергигиенично, но там прямо порог шикарный. Мужики херачат. Это вот такой особый вид кайф. Это гардеробная. Я никогда не думал вообще, что гардеробная настолько важная штука. Это съемная хата. И когда мы искали квартиру новую, вот когда Ната увидела вот этот вариант с гардеробной, она такая, она... Я, по-моему, сразу почти понял, что вот мы еще не посмотрели хату, она уже готова ее взять. Главная гардеробная. Как я это понимаю, блин? У меня, Маша, только гардеробная обязательно должна быть. Не больше ничего. А теперь я понимаю, в старой хате у нас там все вещи где-то были навалены, какой-то еще шкаф, то-то. Здесь все свободно от вещей. Я начал реально вешать вещи. Это не то, что я к вашему приходу так подготовился. Нет. Я реально начал вешать вещи на вешалке. На вешалке. На вешалке, да. Я уже привык к этому. Почти по цветам, понимаешь? Ну, нет. Тут, типа, такое спортивное, тут менее спортивное. Такой цвет Родины. Нормальная Родина. И на самом деле, ну, это кайф. Это кайф. И это, оказывается, не так-то уж и сложно. Всегда, когда дарят плакат какой-то лично мне, я обязательно сохраняю, привожу домой. Вот. И в какой-то момент решил, что будет здорово их не на видном месте, но как-нибудь, чтобы они были сохранены. Они лежали в тубусах таких. Здесь гардеробный повесил. Прикольно. Самую дорогую вещь вообще гардеробный из вещей. Что у тебя есть? Может, она дорогая тебе не финансово? Может, она тебе как-то прямо дорога в душе? Я думаю, что это будут какие-нибудь, вон, горнолыжные ботинки, понимаешь? Типа, потому что я вообще ни разу не шмоточник. Вообще. То есть мне… А ты как настоящий вратарь, да, вот любишь тоже на лыжках покататься дальше? Очень. Это Наткино, рядом мои, да. Мы обожаем горные лыжи. У нас каждый год обязательно начало января. Вот, типа, мы, может, чаще-часто даже Новый год празднуем не в России, а где-нибудь там. В основном итальянские Альпы. И прям туда дней на 8, на 9. Вернемся в детство. Расскажи, как ты вообще начал свой путь в футболе? Кто тебя отвел? Никто. Я сам попросил. Сам? Во сколько это было? Мне было, мне кажется, что 9 лет. 9 лет, да. Достаточно поздний возраст, кстати. Я посмотрел в 98-м Олимпиаду в Наганы зимнюю. Увлекся, в принципе, спортом. Когда сборная России по хоккею дошла до финала. Смотрел каждый матч и так далее. И был финал тогда. И мне дедушка позвонил вечером. И говорит, а наши проиграли. А финал только днем будет. Наши проиграли. Оказывается, прикиньте, тогда показывали в записи все. И мне дедушка заранее рассказал. Говорит, 0-1. И я все равно смотрел, помню, ту игру. Болел за сборную России. Думал, может, там напутал еще что-нибудь. Но нет. Проиграли наши чехам тогда. И начал потихонечку с любым. Первый футбольный матч, наверное, который я посмотрел. Прямо вот так помню. Я поддерживал, болел. Это был Спартак-Интер. Ответный матч Кубка UEFA 98. Когда приезжал Роналдо. Да, да, да. Спартак выиграл. Спартак проиграл. Тихонов забил первым. Как и в Милане. Также здесь Тихонов. И 1-0 Спартак устраивал. Потому что Милане было 1-2. Это был, может быть, даже и февраль. Либо февраль, либо март. Да. И вот как раз я говорю, после Олимпиады. Извините. И я смотрел. И вот Роналдо играл в основе. Он забил 2. Его меняли. Виктор Гусев сказал, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. И вот все. И тогда я прям начал следить активно за футбиком. И вот что интересно, я никогда не хотел играть, быть племеном. Еще до того, как я пошел в школу спортивную. Мы на даче там были. Я просил. Я вставал. Гараж был такой. Типа вот дверь гаража. Я вставал и просил батю или дедушку мне побить поворотом. Мне прям нравилось именно отбивать мячи. Не знаю. Сейчас я всем рассказываю, что мне не хотелось бегать. Как будак говорит, бегать реже, деньги те же. Ну, короче, тебе 9 лет. И ты такой встал, проснулся. Говоришь, пойду в школу. Ну, вот мы пошли на районе. С кентами? Нет. Мне кажется, что с мамой, наверное. Меня мама после школы отвела в смену, да. Пробежала нормативы. Мне сказали, извини, нет. Серьезно? Да. Потому что, видимо, взяли одного из 30. Понимаешь? Мне говорят, извини, нет. Я расстроен. Дедушка что-то позвонил. Дедушка говорит, давай мы еще в одну съездим. И меня отвезли в Дюшор Зенит. Ты, наверное, точно должен знать, что из смены, которая в Академии есть. Дюшор Зенит, который Олимпийского резерва. Потом мне сказали, что надо было в смену прийти и сказать, что я хочу быть вратарем. И, может быть, меня бы отдельно как-то просмотрели. А я не сказал, на общих основаниях приходил. А в Зенит я сразу пришел и сказал, что хочу быть вратарем. Меня как-то потестили и все, и оставили. И потом у тебя был период, когда ты вообще закончил сутбол, бросил? До 18-ти. До 18-ти. Я играл, да. У меня был Зенит. Потом там питерский Локо. И все. А до дубля доходил? Нет. Максимум я несколько тренировок проводил с Зенитом 2. Все. Потом у меня была травма. И, слушай, у меня там с глазом была проблема. Я сидел в Питере. Меня уволили с работы из банка. А почему уволили? Я знаю, ты работал. Ты кредиты выдавал? Я выдавал кредиты и кредитные карточки. Я именно оформлял, то есть я был вот этим шнырем, который ищет клиентов, да, чтобы они заполнили заявление и получили эту карточку. Это, по-моему, пятый курс универа. И что-то там так получилось, что за месяц я три раза… Короче, да, три раза не вышел на работу просто, потому что тусил. И меня уволили. Я, в принципе, сидел без работы. А где еще работал? Вообще в жизни. Да. В Питере было? Да. Я работал… Это до банка? До банка, когда я учился в универе, я работал… А на кого ты учился еще? На экономиста. Я ходил, посещал, но мне было неинтересно. Не знаешь, куда пойти, иди на экономиста. Мне универ дал… Никаких знаний не дал, но это по моей вине. Универ хороший, просто я, типа, в Финеке я учился, финансово-экономический вуз. У меня родители там познакомились, поженились, и я такой, ну, можно, типа, тоже… Да-да-да, ну, в центре Питера, все. Ты вообще не хотел там кого-то встретить, девчон какой-то? А, кстати, в итоге из универа моя невеста. Серьезно? Да. Так ты прям вообще по стопам, мать? Без шуток, без шуток, да. Это сколько университ уже? Слушай, мы не так давно. Мы были знакомы с 2000… Какого-нибудь… Неделю. С 2012-го, но встречаться начали только в 20-м. Что мне дал универ? Семер – это умение крутиться-вертеться в жизни. Знаете, когда ты приходишь на сессию, у тебя все недопуски. Тебе надо как-то эти допуски получить. И ты начинаешь договариваться, общаться. Это, кстати, очень, на самом деле, полезный навык. А про официанта, да, я работал официантом… Ну, это моя… Так, ну, там, если не считать, что я в школе там листовки раздавал, у метро, еще что-нибудь. Такая первая работа, где я получил прям, я помню, первую по тем временам для меня очень большую зарплату. Ну, за один месяц я заработал… Это был Socos Hotel в Питере, Socos Palace Bridge. Кстати, это у вас там навылился. Наверняка, да, да. Там всегда, например, там многие команды останавливались. Вот, я останусь сто процентов помню Socos. Вот. С командой или сам? С командой, с командой с Локомотивом. Да, да, да. Там и… Там набережная прям недалеко. Прям на набережной. Зенит туда селил своих чуваков, игроков, которые, типа, не хотели хату снимать. Там, например, Мейер жил очень долго. Мне кажется, Криша-то там жил. Да, я помню, что я тогда помимо чаевых получил… Ну, сколько это было зарплату? Одиннадцать тысяч рублей. За месяц? Это 2010 год. Я такой, знаете, ну, двадцатилетний. Ну, и тогда, знаете, тоже первые впечатления, эмоции были, когда встречаешь каких-то известных чуваков. Тогда вот я обслуживал однажды стол, мне кажется, машины времени. И у них был не готов номер. И они спустились поесть. Они оставили… Они поели на десять тысяч. Оставили тысячу рублей чаевых. Я просто смотрел, думаю… Ой, как вы что? Тысячу на чай. Для меня это были… Ну, вы понимаете? Наверное, да. Фидос, в общем, вторая рубрика «Карточки» с известными людьми. Мы о них как раз заговорили. Я тебе показываю карточку. Известный человек, ты должен описать одним словом. Ну, или, можешь сказать одним словом, но потом чуть-чуть рассказать, почему ты думаешь. Ну, давай, пойдем прям сразу вот все таки. Красавчик. Раскрою. Красавчик и внешне. И красавчик то, что показал себя как надо. Показал себя как надо здесь в медиафутболе так, что его заметили. И так, что, по сути, да, совершился первый трансфер из медиафутбола. Причем еще и за границу в нынешних условиях это казалось вообще чем-то нереальным. Мне жаль, что вернулся. Но, наверное, знаешь, не имею права осуждать, потому что свои причины наверняка. Ты думаешь, у него есть шанс? И хочет ли он сам, ну, ты точно знаешь, вернуться в профутбол? Мне кажется, он максимально комфортно и классно сейчас в медиафутболе. А учитывая, как медиафутбол развивается сейчас. Ну, то есть, сейчас же правда есть тенденция того, что там люди из второй лиги даже с удовольствием прямо, ну, не то что бегут, но посматривают в сторону медиафутбола. Поэтому не знаю. Ну, я скажу, великий. Великий. Реально великий. Точно входит в топ-3 моих любимых футболистов в истории именно российского футбола. Ну, советский футбол. А кто еще два? Там точно будет Керш, и питерского, если назвать, даже, наверное, Игоря Конфейна. Вот. Ну, Шава – это человек, который… Великий. Который реально подарил нам сумасшедшее счастье на Евро-2008. Движуха. Такую ассоциацию скажу я. Мы снимали с вами «Слабое звено» на днях. И я пришел со словами… С кем-то мы обсуждали это. Я пришел, что, блин, ну я сказал, ну ты Кила красавчик. Там я могу быть не согласен с какими-то вещами, которые он делает, с какими-то там штуками, как он там может высказывается на матчах, еще где-то. Но Текила… Сейчас, секунду. Но Текила очень добросовестно и качественно делает контент. К этому у меня вопросов нет. Мне иногда кажется, что какие-то перформансы с Аней, они такие… Это перебор из серии… Блядь, ну я не хотел это делать, блядь. Ну ты меня вынудил, блядь. Вот эти вот какие-то штуки. Он в основном уже отвечает. Он никогда сам никого точно не оскорбляет. Типа вот, например, вспомнишь, разве какой-то момент с ним связан, и что он пошел… Не, ну ладно. Сейчас… Слушай, с Амкалом ты еще просто не был настолько сильно погружен в медиа-футбол. Я именно когда врывался в медиа-движуху… А, так это кому принадлежит фраза, что скоро… Да, Амкал и Тудротс будут помнить как родоначальников медиа-футбол, но во всей индустрии останется только одна команда. Я понимал на тот момент, что я не футбик. Я из типа шоу-индустрии, да. Ну вот что я врываюсь и буду наряду вместе с Егором Шипом, с Володей XXL, которые моложе, да. У которой тоже большая армия поклонников их личных, да. И как я выделюсь в медиа-футболе? Ну никак. Понимаешь? То есть просто играть там, игрой я своей не зацеплю. Я понимал, что яркими высказываниями, жесткими, например, я буду мотивировать другие команды играть с нами, тоже жестко делать шоу, и сам тоже как бы зажгу в себе вот этот сопернический момент, понимаешь? Естественно, конечно, местами… Я сам, блядь, приходил домой, думаю, на меня Маша смотрела. Она говорит, ну что, я говорю, там… Вот вчера вот такая вот куча говна вылилась, а сегодня я говорю, вот такая, блин. Я говорю, Маш, мы в говне. Она говорит, у тебя есть план? Я говорю, ну есть. Я говорю, отступать от позиции… У меня есть план Тару забрать из профлубол. Понимаешь? Отступать от позиции. Отступать от позиции я не буду. Следующие полгода будет вот так. Мне кажется, что под любыми высказываниями… Я, например, не фанат, даже не поклонник, можно сказать, беспочвенных вкидов. То, что вот Егоров все время, Димка, говорит, что вот мы с Аней там любим друг на друга понакидывать и так далее, я больше за то, чтобы под любыми словами был фундамент. И когда идет беспочвенный какой-то вот вброс в кит, я против этого. И чаще всего это, к сожалению, происходит еще и неизящно. И это немножечко спускает и нас, и всю нашу индустрию в такую, знаешь, в грязь. Я уверен, что талантливые люди могут делать какие-то вбросы, даже высказывания изящно и красиво. Офигеть, а как он поместился на листок? Это вопрос к фотографу. Талантливый лентяй. Потенциал огромный, но он пытается выезжать на, знаешь, ну типа используя там 20-30% того, что у него есть. Он мог бы гораздо больше. Я смотрю там, слежу за его каналом, но вот я не вижу там, к сожалению, попыток придумать какой-то новый формат или что-то еще, или хотя бы отступить от чего-то, чтобы создать что-то поинтереснее, что-то там обновленное. Я безумно люблю Блата. И даже несмотря на то, что он больше там не вамкали, а вроде не медиа, я все равно слежу за ним. И когда он забил вот этот гол, который впоследствии отменили, я когда увидел, я несмотря на матч, я увидел в Неклассика инфу, что гол Блатов, я прямо искренне был очень рад, я тут же ему написал. Круто, что ты забил, потом говорю, блин, тупо что отменили. Короче, желаю максимального... У меня нет сообщения. Нет. Мне кажется, что ему Блата немножко... Талантливый лентяй. Блата, блять, соберись, я тебе тоже самое говорю. Расшевелиться, расшевелиться. Согласен. Слушай, ну назову, ассоциация будет контент. Контент, потому что я не смотрел никогда дневник Хача. То есть я и про тебя узнал, мне кажется, я про тебя вообще узнал, когда мы были однажды на дне рождении Даши Дворецкой, подруги твоей Маши, а мы с ней с Дашей вместе работали. И вот тогда ты... Я вот что-то слышал. Есть текила, текила. Тогда мы с тобой впервые увидели. Ты сейчас меня не помнишь тогда? Не-не, помню. Да ладно? Я тебе отвечаю. Я-то следил. А, да? Ну конечно. Ну вот, да. Я удивился тогда, думаю, что ты тут делаешь вообще? Типа, ну вообще, как бы разные тусовки. Теперь ты объяснил, что вы с ней общались. Мы работали вместе, да, на sports.ru. Она в рекламном отделе. Да, да, точно. Я у нее потом спросил. Я говорю, ты откуда Фидоса знаешь? Она мне это искала. Вот это я вспомнил. И про Олега Майема я ничего не знал. По сути, я о нем узнал, наверное, когда он пришел на ЧБД. Он обосрался на ЧБД? Ну он, блин, да, да. Но он, видишь, почему-то стал неправильно, на мой взгляд, как-то реагировать, не переводить это все в шутку. Ну у него период тогда был такой. А, ну вот. И я думал, что он не талантливый абсолютно чувак, который вот так вот все, там заслужил такую случайную популярность и абсолютно не умеет нормально выруливать из каких-то ситуаций. Познакомившись с ним лично, честно поменял мнение. Разочарование. Полнейшее разочарование. Это был человек, которого, ну я считал его, не могу сказать, что кумиром, но я считал, что чувак живет абсолютно правильную жизнь. Я знал Ленинград еще до их второго пришествия в 2010-м, потому что мне батя в свое время еще там в нулевых давал слушать кассеты. Альбом для миллионов мы ставили и слушали. И я помню, был первый распуск Ленинграда 2008-й, по-моему, седьмой год, в 2008-м была группа «Рубль». Это где был шнур и еще пять человек. И на одном из концертов там реально вот было человек, наверное, 100-150 на концерте «Рубля». И я просто в конце концерта забрался на сцену, такой пьяный достаточно, уже все ушли. Забежал в гримерку, там сидел шнур. И я подошел и вот так ему пожал руку. Я говорю, Серега, спасибо огромное. Типа, вы делаете вообще тут просто сумасшедшее качество. Я респектовал ему. И когда он запустил тогда Ленинград, собирал вот эти стадионы, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый год, я ходил на, я, наверное, побывал за то время концертах на пятнадцатой группы «Ленинград» в разных абсолютно городах. Питер, Москва, Краснодар, Берлин. Просто так оказывалось, что там были концерты. И мы такие, о, там концерт Ленинград, давайте сгоняем. Когда мы начинали делать шоу «Культ Тура» на Матч ТВ, я узнал, что одним из ведущих будет Сергей Шнуров. И когда я познакомился с ним лично тогда, это было тоже вот, ну просто что-то... Я думал, что я попал в какую-то сказку, потому что это был вообще Шнуров. Когда переход в Москву как раз. Это был пятнадцатый уже год, уже прошло, типа, пару лет получается. Я думал, что я попал в какую-то сказку, потому что Шнуров тогда был в абсолютно топовейшей форме. То, что с человеком происходит сейчас, мне абсолютно непонятно. Я его не понимаю. Вот такая у меня ассоциация. То есть, когда он появился на всех этих радарах наших, это был такой глоток свежего воздуха. Чувак, который говорил... У него классный сленг. Он классно использует, подбирает слова, находит классные интересные синонимы. В какой-то момент стало понятно, что долгое время Ryzen же не создавал никакой контент. Он именно что паразитировал на контенте. Это тоже подход. Это нормально, наверное. Но мне это не близко. А впоследствии какие-то вот эти его высказывания... Ну, то есть, для меня было странно, когда чувак попал в амкал, не выиграв шоу «Хочу в амкал», бустанулся за счет этого. Да, у него уже было имя, но все равно он бустанулся. При этом, там, зачем-то орал, амкал говно, просто пытаясь привлечь внимание. То есть, есть какие-то штуки, которые делаются для резонанса. Но надо, наверное, все-таки быть в каких-то, можно сказать, даже корпоративных границах. Ну и сейчас, не знаю, его вот это вот желание... Я не знаю, он, похоже, действительно помешан абсолютно на деньгах. И вот этот его путь money way, как он говорит, мне он совершенно не близок. Круто, осталось три фотки, но перед этим, хочу сказать, мы готовились к интервью. А я заметил, да. Это очень приятно. Да, чекили все, да, собрали информацию, и мы с Саней вчера встретились, он поздно освободился, мы потратили очень много времени, мы посмотрели полностью «Физрука». Но у тебя там, я не видел, где? Все сезоны, все сезоны. Все посмотрели. Вы, конечно, врете, но... Но мы на перемотке. Написали бы мне. Как Саня любит 5x, смотри. Написали бы мне, ну вы что? Мы даже искусственному интеллекту звонили, говорят, где там Фидос? Я в двух сериях, по-моему, появляюсь, мне кажется, одна из них это четвертая. Сделай там коктейль, что как она любит там, да? Видишь? Да, вон я, бармен. Коктейлем у вас сиш? Ведолога. Сделай там коктейль, что как она любит там, да? А вторая серия какая, типа? Вторая, я не помню, девятая какая. Ты тоже я бармен. Ты просто принес? Ну тоже, не, а я там что-то стол протираю. А там с волосами еще, кстати. Тринадцатый год, я переехал только-только в Москву, денег не было вообще. Не хочешь волосы сделать? Не, не хочу. Мы хотел подарить тебе. Какое-то время комплексовал по поводу своей волосины. А сейчас я даже горжусь ей. Правда, искренне абсолютно. Ну круто. Мы отмотали в ВК твои фотки. И сейчас давай-ка ты себя. Я так понял, что на дне рождения, когда Саня первый раз познакомился, ты выглядел приблизительно вот так, не? Это даже аватарка у меня была какое-то время, мне кажется. Ты смотри, видишь, я пиво пролил на себя? Ты видишь? Почему у меня лицо-то такое? Я ж не просто... А кто тебя сфоткал? Это какой год вообще? Не знаю. Тут еще как будто у меня губы накрашены. Так распечаталось. Я так распечатался. Не, я надеюсь, что так распечатался. Не-не, тут сто процентов, да. Тут от Нагиева ты недалеко ушел. Тоже такие кудри и длиннющие волосы. Да, но я пролил пиво тогда. Это бар СПБ, если я не ошибаюсь. Бар, ты же брал сфотку. СПБ, это такой, знаете, был супер... Мне кажется, это после работы официантом как раз остался, блядь. Мне кажется, это очень похоже. Опиши себя одним словом здесь. Довольный, смотри какой. Конечно. Знаете? Ты представляешь сколько мы мотали ВК твой вот так вот? Да это аватарка наверняка, так что вы не особо мотали, мне кажется. Мотали до тебя. Посмотри. Вы знаете, есть люди, которые скрывают свои там прошлые фотки, потому что им как-то стыдно или еще что-то. Я таким точно абсолютно не занимаюсь. Во-первых, по старым фоткам можно качественно следить, как ты прогрессировал или деградировал или стагнировал, все что угодно. Беззаботность. Я бы так описал вот это вот. Потому что это было время, когда было вообще... Вот, наверное, это последние такие годы, когда ты не думал ни о каких проблемах. Да, ну, я здесь... Вообще мне говорят, что стать лысым это было мое лучшее решение. Кто-то мне говорит. Мне говорят, что лысин мне гораздо больше идет, чем вот такой вариант. Я в целом согласен сто процентов. Мне кажется, идет другой вариант. Давай дальше. Давай. Кстати, вот с Нагиевым чуть-то похож здесь. Здесь он похож с Боб Марли или с Дэцелом. А ты говоришь, не мотали твою ленту? Тут вопросов нет. Мотали! Вопросов нет. Смотри, ты... А ты понимаешь еще, Димон, смотри, видишь, я в... Это... Как его называется? Ульспортовский комбинезон вратарский. Это, кстати, была такая редкая штука. Это... Ну, не то, что редкая, это была дорогая вещь. Да, это такая. Она стоила тысяч пять-шесть. Это было дорого, реально, ну, по тем временам. Я все, ну, это... Я уже все закончил с футбэком. Это я играю в правобережную футбольную лигу. Мне лет двадцать, наверное. Всю ночь тусили. Всю ночь где-то там на какой-то квартире тусили, чего-то выпивали. И утром я... У меня была игра вот в воскресенье. После субботней этой попойки. И мы нашли... Я нашел у чувака дома вот такую шапку. Это шапка с дредами, чтоб вы понимали. Да. Это не мои волосы, естественно. Это такая шапка с дредами. И я говорю, о! Ну, мне тогда уже нравились какие-то... Чтоб люди обращали на меня внимание. Так, мини-перформансы. Пойду в ней сыграю. И я поехал на... Ты уже высый был? Нет. Нет, нет, нет. Вот эта, например, фотка сделана, скорее всего, позже, чем вот эта. И я вышел в этих дредах. Они мне просто вот так вот здесь вот все... И я тут же пропустил под ногой или что-то такое. И я их снял и доигрывал матч, да, уже без них. Но мы успели сделать такую фотку. Круто. О-о-о-о! А это уже Москва! Это Москва! Вот так меняет людей! Москва меняет людей! Ну, Дзюба позавидует, если честно, здесь. По факту. Ну, я слушаю, ну и что, я напишу... А где эта фотка сделана просто? Эта фотка сделана у моего товарища дома, мне кажется. Да? Да, да. Вот. И... Ну, слушай, я проснулся, наверное... Пошел в душе, он открыл, увидел, не знаю. Ну, как бы, все нормально. Нет. Я бы ее одним словом описал. Типа, ну, наверное, как я, юмор? Это же... Это медиа... Это медиа... Либо... Или все-таки факты. Или факты. Факты. А это кинезиоленту он наклеил. Травма, бля. Да-да, это... Это не то, что как бы... Я не пользовался никакой монтажной программой. Вы что, да. Это кинезиоленты просто. Я, наверное, да. Сейчас бы я сто процентов не стал бы выкладывать такую фотку. Но было и было. Интернет все помнят. И... Удалять что-либо из интернета... Это... Мовитон. Еще два человека, которых мы не стали распечатывать. Но ты брал интервью у них, находился рядом. И... Просто интересно. Вот твое мнение по поводу Володи и Крапа. По Крапу я точно скажу... Ну, ребенок... Я считаю, что это так. Я не верю просто, что... Человек может не понимать... Будучи в... Создательном возрасте, не понимать каких-то простейших таких вещей. По Володе... Икс-экс-эс. Вот. Как тебе Федос сделал предложение? В Италии, в Порте Венере. Ничего себе романтик. Да. Это его любимый город. Он меня туда привез. В первый раз я там не была. И мы очень красиво на берегу океана. Он села на колено. Но я, правда, была с грязной головой и плохо одета. Я потом очень расстраивалась на это. И мы никому не показываем это видео. Сколько ты ждала предложения? Ну, мы встречаемся три года. А ждала я, ну, не знаю... Последний годик, наверное. Ладно, можешь напоследок тебе секретик рассказать про него? Я не знаю никаких секретов. Ну, какой-нибудь такой... Хорошо, ваш секретик. Хорошо, в Венере, он такой же шебутной, как на поле? Что-то вытворяет? Ну, вытворять постоянно. Да. Блин, ай, какой... Ладно, вы напишите в комментариях, как вы думаете, что конкретно Федя исполняет, а она-то уже там пролайкает, если... Если попали. Федос, ну, поговорили про переезд в Москву. 23 года ты бросил футбол, но футбол тебя не отпускал. Ты ушел в журналистику. Да. Расскажи про это время, куда ты устроился. И я знаю, что ты был в программе на Матч ТВ, как ты туда попал с Дудем Савин, да? Угу. Расскажи про это время. Как я переехал в Москву, я в какой-то момент увидел, что открываются курсы спортивной журналистики на сайте чемпионат.com и решил, что это точно мой шанс, надо ехать. В общем, поступил, и понял, что поеду в Москву учиться на эти курсы, и стал постепенно искать какую-то работу. И я писал просто во все спортивные редакции. Единственное место, где мне ответили, что можно будет пообщаться, как... Ох, пишет какой-то х... Без опыта работы, абсолютно. Я хочу работать, ну, вот прикиньте. Это же странно. А еще и как бы ему не 16 лет, а 23. Ну, об этом никто не знал, но все равно там, может, на какой-то более поздней стадии узнавать. И мне ответил чувак, которого зовут Саша Аксенов, говорит, а напишите нам текст какой-нибудь. Вот завтра будет играть Россия-Люксембург, напишите нам текст по этому матчу. Я весь день писал этот текст, отправил, он говорит, спасибо, ну, мы подумаем. Хотя бы там у меня был уже какой-то личный контакт с человеком. А еще я помню, что письмо, которое я отправлял на Евроспорт, я написал тему письма, письмо будущего сотрудника Евроспорт.ру. Ну, типа... Сразу, да? Да, 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 вкинул такой. И, кстати, и потом я узнал от Саши Аксенова, который мне тогда отвечал, что он запомнил эту штуку. Ну и все, и потом мы, типа, я их там... Забывал, забывал, что чуваки, может быть, хотя бы... И в итоге мне написал главный редактор, приходите, типа, встретимся, попробуем вас с ведущим текстовых трансляций. Ну и дальше уже потихонечку завертелось-закрутилось, я работал на Евроспорте, потом работал работал, стал выпускающим редактором, писал тексты. И в какой-то момент Саша Аксенов, который был шеф-редактором, его позвал Ю... А он до этого с Юрой Дудем до этого делал удар головой, помните? Когда открывался Матч ТВ, Дудя позвали на Матч ТВ делать программу, Сашу Аксенова позвали туда с шеф-редактором, ну и в итоге через какое-то время Саша Аксенов потянул туда меня. Сейчас как ты к Дудю и к Красаве относишься? Вы вообще общаешься? С Юрцом крайне редко. Последний раз мы переписывались с ним, мне кажется, осенью. Я ему отправил какую-то фотку с нашей общей коллегой по Sports.ru, с которой мы встретились в барчике, и мы что-то это обсудили. С Жекой Савиным, наверное, тоже общался, там, может быть, можно, кстати, посмотреть, когда последний раз мы с Жекой общались, но не то чтобы часто. Нет, мы не близко общаемся, но бывало, бывало. А у Жека почему-то, у него, видимо, сменился номер. Как думаешь, у него что-то получится? И вообще вот непонятно, он уже из Кипра переехал в Казахстан? Или это был единоразовый какой-то выпуск? Не, мне кажется, что это разовая история была. Как думаешь, получится что-то у него? Ты смотрел в выпуске последние с Кипра? Нет, не смотрел, но слежу по Инстаграму за Жекой. Не знаю, кайфует ли он сам от того, что происходит. По-моему, кайфует. Если он кайфует, это самое главное. Я всегда за то, чтобы в первую очередь ты кайфовал от того, что делаешь. Если ты будешь кайфовать от того, что ты делаешь, то в итоге это принесет тебе и бабки. То, что делает Юра Дудь, я ему максимально респектую практически за все, что он делает. Онлайн-банк. Где-то ты говорил, что копишь на хату. Да? Было такое. Как приятно, а? Приятно? Приятно, когда приходят люди и что-то у них какие-то есть. Где-то ты это говорил. Сейчас какая ситуация вообще? У тебя цель осталась твоя? То есть у тебя онлайн-банк цель была, да? Типа купить хату. Слушай, это скорее, знаешь, была такая... Ты оттуда брал деньги, все равно, короче, не получал. Гай, ты проебал их. Да, да. Это было, наверное, года два-три назад. Это была, знаешь, такая... Не то, что у меня была какая-то прям цель купить квартиру. Просто скорее в онлайн-банке в Тинькове можно было выставить какую-то цель, назвать ее как-то. И я просто решил назвать ее хата. Вот и все. И реально туда, ну, закидывал периодически бабки. И когда мне нужны были бабки, я их оттуда забирал. Причем в основном на путешествия. Да. Да, да, да. Ну, я обожаю путешествия. Прям вообще. Ты много где был? Мне кажется, что не супер много где, но и не мало. Короче, вот тогда, когда у меня была эта цель, написанная в Тинькове, хата, естественно, у меня ничего не получалось откладывать. И сейчас по чуть-чуть откладывать получается. Другое дело, что сейчас я совершенно не уверен, что хочу покупать хату в Москве. Питер, Москва. Где бы ты хотел жить? В Питере? Если взять какие-нибудь если бы, если бы в Питере можно было бы заниматься так же всей движухой, которой я занимаюсь в Москве, быть в таком же ритме, то да, 100%, наверное, Питер. Круто. Давай про футбол чуть-чуть вернемся. 28 лет ты решил вернуться в футбол. Так получилось, я не решил. Ну так получилось. Расскажи. Меня подтянул Тёма Нечаев, мы дружили близко, мы до этого работали, и дружим до сих пор, мы до этого работали на Евроспорте вместе, вот. И он попал во всю эту вот фиферскую компанию, он занимался как раз блогерством. Я там блогерством не занимался вообще, я иногда появлялся на каких-то видосах. Но у тебя был один ролик, самый первый твой на крыше с сигаретой, что за ролик тоже, я всё знаю. Да-да-да, это сам первый футбол. Да это вот, я вышел. На крыше, а потому что у нас Евроспорт был, у нас из редакции был выход на крышу. Там в этом суть, мы всё время тусили на крыше. И он просто записывал какой-то видос и записал меня заодно, как я просто что-то там, что-то говорю. Вот, так получилось. Возвращаемся к тому, как я попал во всю эту футбольную движуху, и Тёмыч всё говорил Герману, давай типа Фидоса на тренировку тоже подтянем. Только-только зарождался Амкал, ещё не было названия Амкал, была команда Германа. Герман как-то, мне кажется, не очень хотел, и в итоге что-то согласился. И до сих пор не хочет. Да, и до сих пор не знает, как слить. Но в итоге что-то согласился, я пришёл, вроде даже что-то показал нормально, и потихонечку стал с пацанами тренироваться, и уже в первом сезоне Амкала сыграл там, один тайм сначала сыграл, а потом и весь матч. Сколько времени ты уже в Амкале? Получается, с лета 2018-го. 5 лет будет. Может что-то произойти, я не знаю, хорошее предложение денежное? Или какая-то суперперспектива, что ты перейдёшь в другой медиаклуб? Может произойти всё что угодно, но в целом при всех вводных, которые есть сейчас, очень маловероятно, что я перейду в какой-то другой медиаклуб. Хорошо, если Амкалу Герман скажет, всё, Федь, извини, ты вообще закончишь с футболом? Нет, мне кажется, что тогда нет, нет, нет. В таком случае ты куда-то придёшь? Ну, если тогда представляем, что так происходит, какая-либо команда была бы ближе. Ну реально, ну допустим, Герман… Не важно какое предложение, ну то есть я уверен, что многие будут за тебя тягаться, потому что ты медиаперсона сильная и вратарь тоже неплохой. Ну, неплохой. Неплохой – это нормально, это, кстати… Понимаешь, всё идёт в профессиональное русло в медиадвижухе и всё больше и больше вратарей будут приглашать, которые именно профессиональные. Мы на последнем столе, я Коле задал вопрос, почему в вратарей нет никакого статуса? Это наш вопрос тебе вот следующий тоже, это нас тоже волнит. Я это тоже поддерживаю. Я же, я жёстко, я не понимаю просто этого. То есть я просто не понимаю. Вот мы взяли Будака, и я тоже говорю, Коля, а почему Будак – лучший вратарь МФЛ? Нет, открытие, открытие. Да, ну открытие. То есть если бы они были со статусами, естественно, этот статус медиа у него был бы, и никто бы не спрашивал, почему он медиен. Нет, то есть можно убрать профиг статус в нейтральный? Мне кажется, просто надо вратарей рассматривать так же, как и всех игроков. Вы почему? Реально, я понимаю, там можно говорить о том, что вратари странные и так далее, но всё равно вратарь – это такой же игрок, футболист. Про вратарей говорят – играют, да, реально, такое есть. Я слышал истории о том, как вратари там этими флагами от угловых кидали в людей. Очень много разных историй. Но в данном случае, мне кажется… Коля ответил мне, что он сам не понимает, почему так, грубо говоря. И он будет вести разговор о том, чтобы в следующем сезоне это правило отменилось, и чтобы у вратарей появились медийные статусы. Круто. Одно правило ты сказал. Ну, подожди, он так и не сказал. Если «Аркала» не будет, то какая-то команда была бы. Я вам сразу скажу, что я точно не назову «Родина медиа». Вас интересует дальше мой ответ? Конечно. «Тудротс»? Нет-нет, «Тудротс», мне кажется, по вайбу… «Броуки»? Ну «Броуки» точно нет, «Тудротс» тоже нет, «Родина медиа» тоже нет. Куда? Сахалинец? Слушай, это было бы… У меня почему-то в голову приходит либо десятка, наверное. Мне нравится и вайб-команды в целом, тот контент, который пацаны делают. Наверное, десятка. Я вот выбрал бы вот так вот. Точно абсолютно нравились деньги, которые были, например, в первом-втором сезоне. В первом их не было, во втором, которые не были в МФЛ. И первый год денег, как они существовали, весь их вот сериал и так далее. Мне это было очень интересно, я следил прям активно за этим. Деньги, которые есть сейчас, все равно я так где-то в душе за них подтапливаю, потому что это все-таки клуб Артема Нечаева в том числе. И там сейчас их главный тренер – это Андрей Семенчук. Это чувак, с которым мы вместе играли в футбол как раз по детско-юношеским. Знаете, я бы выбирал команду, исходя из именно вот такого вот понятия, как вайб. Но ты сразу отсеял «Родину меди»? Тебе не нравится, как мы развиваемся? Ты не видишь в нас перспективы? Мне кажется, что мы с вами по вайбу не особо схожи. Скажу честно, я не вижу у вас какого-то такого, чего-то нового и супертворческого. Вот, честно. Не хватает этого? Да, мне кажется, этого не хватает. Плюсы есть какие-то у «Родины медиа»? Да, безусловно. Нет, вот, кстати, вот этот формат по домам твой, он мне нравится, например. Мне он нравится. Но мне кажется, что имея те возможности, которые у вас есть, вы могли бы делать и придумывать что-то большее. Ну, мы стараемся. Может, ты бы нам поможешь? Проконсультировать могу. Тебя можно как-то заинтересовать, чтобы ты, так сказать, провел, ну, я не знаю, аудит канала нашего? И, ну, не знаю, там, за деньги или еще? Просто мне кажется, что, во-первых, я не считаю себя вообще специалистом. Не, ну, у тебя прикольное авторское шоу, понимаешь? У меня есть сейчас одно авторское шоу «Слабое звено», которое заходит… Не, вот ты запустил еще хорошее… Да, легкое шоу не зашло. Оно не зашло. Оно не зашло. Первые выпуски собрали по 60-70 тысяч, третье и четвертые собрали по 40. Пока я не знаю, буду ли я его делать дальше или нет, и отзывы на него не очень. Я совершенно не эксперт. Я уверен, что ты без шуток, без лести, я, например, уверен, что у тебя уровень экспертизы точно не меньше моей. Да, блин, ну, понимаешь, сложно. Мы тоже много чего пробовали. И понимаешь, тут либо тебе нужно выстраивать вот как бы систематику и там полгода тыркаться, это все равно пробьет рано или поздно. Или не пробьет. Или не пробьет. А постоянно менять форматы, придумывать тоже тяжело, понимаешь? И затратно тоже. Тяжело. Ну, в этом же… Нам было чуть-чуть полегче. Нам, тем, кто приходил в медиафутбол в восемнадцатом. Потому что конкуренции и в медиафутболе, и в ютюбе в целом… Ну, понятно, не было конкуренции, как бы, не было прямых эфиров. Понятно. Больше. Поэтому те, кто могли бы, возможно, смотреть сейчас что-то медиафутбольное, конечно, они там… Многие из них выбирают что-то более… Более… Для них более интересное, более развлекательное. Сейчас надо брать либо чем-то супер необычным, ну, я хз как… Я уверен, что можно как-то чем-то что-то как-то удивить, понимаете? Там уже в эпоху большой конкуренции появился же канал, например, один из моих любимых каналов «Россия-23». Пацаны просто делают мини-репортажи. Изначально делали, типа, трех-четырехминутные видео. Это вот в двадцатом году они появились, когда как раз ютюб начал активно проседать. Пацаны тогда появились, и за полгода там миллионные просмотры без… Понимаете? У них не было… Они не с телека пришли. Понятно, откуда просмотры у Собчак, у Минаева там, да, и еще у кого-то. У них огромные продакшены и возможности… Ну, и имя. Имя. А здесь вот пацаны взяли пробились. Это вот прям яркий пример. Короче, надо либо, да, пытаться чем-то удивлять, либо брать каким-то сумасшедшим качеством. А лучше все это миксовать. Ты сказал, что нужно возвращать… Я тоже с этим согласен, Дима, тоже… Статусы вратарям. Какие еще четыре пункта? То есть один есть. Какие еще четыре пункта, которые ты бы вот революционно изменил? Или не революционно? Но что бы добавил в медиафутбол? Что бы сделать его интереснее в медиалип? Это очень сложный вопрос, потому что… Я сейчас подумаю, конечно, но… Как будто бы… Ну, например, я кайфую от чистого времени. Чистое время – это сто процентов кайф. Красный мяч – это, пожалуй, тоже скорее, да, чем нет. Хотя мне изначально не очень нравилось. Вот давайте порассуждаем вместе. Есть у вас какие-нибудь идеи, мысли? Я говорил, что за нулевую ничью нужно отнимать очко, не давать. Минус один. Потому что все к этому идет. Вот у нас была нулевая ничья, и Сахалинец с Козлами сыграли 0-0. Подожди, это получается, что сыграть 0-0… Либо не давать хотя бы очко. Не давать. Возможно, не давать, да. Челленджи – это должны быть супер мотивированные все люди, которые принимают участие в челленджах. Вот сейчас, например… Челленджи точно надо менять. Это просто шляж, понимаешь? Челленджи точно надо менять, да, 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 потому что… Люди тут куются, блин, готовятся к матчу неделю, получают ничья, допустим, по одному очку, и просто приехал тип, немотивированный вратарь, который… Сейчас он решил прыгнуть нормально, а тут у него ручки-салфетки, понимаешь? Да, да. И все на таком рандоме. И я Коле много раз говорил, что нужно добавлять болельщиков, которые пишут вот злые комментарии, нужно с ними вести работу и приглашать их на конференции. Тогда они будут интереснее. А кто у вас, блядь, выйдет в следующий год? Нет, это не интереснее. Да, да, да. Одна колка вот в больную точку, чтобы все поржали, все обсудили, чуть схлестнули. И вот это тогда было бы гораздо интереснее. Это вот такие, типа, там, 2-3 момента, которые мы тоже заметили. С болельщиками круто, с этим самым 0-0 нравится. Ну, типа, чтобы люди… Челленджи. Челленджи, да. За челленджи, возможно, просто надо, я не знаю… Может быть, не очки давать, а разыгрывать вот эту медийную активность в челленджах, как раз как-то, я не знаю, пропорции, например, вот эти самые делить. Потому что история с медийной активностью, она классная. Она… это здорово, но просто надо чуть-чуть ее прозрачнее, во-первых, сделать. Во-вторых, да, вот, возможно, именно в челленджах… Медийную активность я бы, например, давал не за личные каналы. Это может быть, то есть разделить личные каналы – это 30%, например, да? Ну, личные каналы точно… Это важно, но это, допустим, 30%. 30% – это непосредственно прогрев к матчу. Что ты сделал для того, чтобы прогреть матч? Онлайн-конференции и онлайн-матчи, трансляции. Потому что здесь понятно, что команды сделали и как сильно они прогрели, собственно, матч. Так, Федос, ну что, третья рубрика, заключительная. Да, у нас есть два бокса. В одном наказание и деньги, но наказание такое тяжелое будет, а в одном – лайтовое наказание. И деньги тоже. Нет, денег нет. Можно выиграть деньги. То есть, короче, в любом случае какое-то наказание будет? В любом случае наказание? Ну, одно – лайтовое. Какое выберешь? Ну, давай выберу левую. Подумай. Давай, хорошо, давай, я левую беру. Подумай. Ну все, он выбрал. Давай, левую. Подумай. Я тебе говорил, подумай. Бабок нет. Федосое наказание. Ну что, ну блин, может у меня это самое? Нет, я же честный чувак. Я тебе говорю, подумай. Все равно с подарочком пришли, возвращаем на базу. А что ты тебе трешь об голову? Фиг знает, какая-то фишка мне кто-то показал. Перчатки мои потерли, бабки потерли. Примогничают, понимаешь? Позвонить Герману и сказать, я проиграл задание. То есть надо предупредить еще, да? И следующую игру я должен играть за родину медиа. Пауза, послушайте его ответ. Либо нужно выплатить 300 тысяч рублей. Он на тебя трубки-то берет вообще? Ну, сейчас проверим, бля, какая у вас, какие у вас отношения. Сейчас нам даже хоть бы не взял, да? Да это пиздец. Нам придется жестко выполнить. Там пиздец вообще. Лучше заняться. Сам позвонить Дудю. Вызываемый не может ответить. Бля, это вы точно общаетесь? На созвоне сидит, видишь? Он написал, на созвоне сижу, ну типа не может сейчас ответить. Давай посмотрим второе. Нужно записать кружок к себе в телеграм, что ты, я в данном случае, проиграл спор. И нужно следующую игру играть за родину медиа. Либо нужно выплатить 300 тысяч рублей. Давайте скинемся. Так, друзья мои. Вы знаете, что на этой неделе я снимал слабое звено с родиной медиа. Теперь вот недавно совсем сегодня я снимался на канале у ребят. И проиграл. Проиграл в челлендже. И теперь я должен, буду в эту субботу. Ну пацаны, я не хочу. Ну пацаны говорят, что я должен выйти и сыграть за них в воротах. Причем они реально при мне это согласовали с Колей Осиповым. Коля, гад, это согласовал. И мне надо сыграть на совесть за родину медиа. Я хрен его знаю за сколько, зачем он такой ворот. Либо, либо они говорят, что можно откупиться и не играть, заплатив 300 тысяч штраф. Я прошу вас сейчас в комментах написать, готовы ли вы, если что, скинуться бабками и что вообще делать. Я верю только вам. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе. Спасибо вам большое. Мне очень, правда, приятно и лестно, что вы мне целый выпуск посвятили, правда. В конце программы ты должен нам что-то подарить. Не нам, а подписчикам. Нужно написать в комментах, кто бы мог быть ведущим на свадьбе у Федоса и Наты из медиафутбола. А ты выберешь, и мы передадим обязательно тебе подарок. А я выберу и, может быть, поменяю ведущего тогда. А у тебя уже есть ведущий? Я предоплату уже внес, блин. Есть, да, ведущий? Да, есть уже. А это будет второй, соведущий. Абсолютно верно. Все. Я придумал уже. Я езжу в разные страны и города. Да, и я всегда, я очень, ну, типа, как в память, я привожу оттуда... Невеста не убьет тебя за это? Нет, нет. Потому что она из нее пьет чай каждый день, а только раз без ее разрешения. А-а-а. 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 Ну, как память. Мне нравится. Я из них из всех пью чай, реально. То есть, и вспоминаем, там, вот тут были, тут. Не так давно я гонял в Ростов-Великий. И это вот сделанное, по-моему, из керамики. Прямо вот мы были там на керамическом... Как это? Не завод. Ну, не завод. Это, знаешь, такая лавка керамическая, где реально люди вот это вот все делают, занимаются гончарным мастерством. Мне очень понравилась эта кружка. Кружка из Ростова-Великого. Мне кажется, кайфовый подарок. Из нее можно пить пивко. Я это делал и не раз. Ну, все, друзья. В общем, пишем комментарии и забираем эту кружечку. Спасибо всем, друзья, кто смотрит. Подписывайтесь, ставим лайки и ждем следующие выпуски.